Коллеги, всем привет! Сегодня разговариваем с Валентином Дьяконовым. Отправной точкой для беседы будет его текст из последнего номера художественного журнала под названием «Пристарелым королем правят его болезни Аркадий Давидович и Осип Гинзбург и искусство советского афоризма». Начнем с моих двух вопросов, наверное, и потом совместными усилиями продолжим. Юлия Тихомирова хотел прокомментировать, и я думаю, что еще коллеги тоже прочитали и несут свою лепту. И в конце, если останутся силы, может быть, чуть поговорить про актуальные начинания Валентина, может быть, ситуацию в США и вообще какие-то переживания вокруг происходящего. Да, но начать я хотел, собственно, вот тоже в некотором смысле с актуального положения дел. Ну, такой вот предваряющий, может быть, комментарий от тебя хотелось бы услышать. Как ты думаешь, почему, собственно, вот этот текст родился сейчас? Ну, то есть, понятно, что это сложно детерминированная ситуация и с большой долей, наверное, случайности. Но все же, если попытаться считывать и усиливать какие-то знаки, о чем сейчас может этот текст говорить, потому что, если вот с моей колокольни на это смотреть, хотя, опять же, я нахожусь за пределами России, и ты находишься за пределами России, но, в принципе, речь идет о двух людях, которые жили в довольно суровые времена, застали поздний сталинизм и при этом находились в положении, как ты пишешь, вот какой-то усложненной версии в ненаходимости, да, то есть, они были такими двойными аутсайдерами. И это очень любопытно, потому что, ну, собственно, номер ХЖ был посвящен изначально рефлексии, ну, некого наклевывающегося, да, андеграунда российского с подачи Анатолия Смоловского, вот, но я вот не помню, до выхода этого номера или после прошла волна обысков, да, Анатолий, в принципе, теперь тоже в России не присутствует и не очень понятно, собственно, каков статус этой идеи на сегодняшний день, потому что кажется, что вот эта идея нового андеграунда, она, в принципе, была довольно проблематичной с разных точек зрения, то есть, ну, как кажется, опять же, снаружи, да, то есть, можно представить, что можно было удерживать в какой-то складке, ну, некое пространство относительно свободного обсуждения, опять же, я не знаю, насколько свободного коллеги могут поправить, да, но все же, да, вот есть, появился, да, и, может быть, в каких-то случаях не исчез, по крайней мере, да, вот какой-то слой артистранспейса, каких-то невидимых институций практически для официальных контролирующих органов, вот, но однобременно, вот, я всегда думал, что эта идея андеграунда в российских условиях, вообще, возможно, в каких-то вот актуальных технологических даже условиях, она как-то не очень работает, потому что, если говорить о советских условиях, там, в 50-х, 60-х, 70-х, тем более, то все же андеграунд, он уже как-то вот вызрел, да, там были понятны правила игры, как некая социальная форма, вот художник-художница-подпольщица, это уже, ну, какой-то плод, да, долгих десятилетий с относительно ясным этическим кодексом, с тем, что можно делать, с тем, что нельзя делать, но понятно, что с каким-то фоновым страхом, но все же, а здесь кажется, что все происходит гораздо быстрее, и времени для того, чтобы этим социальным форумом застыть просто недостаточно, вот, и одновременно, конечно, уровень технологического развития контролирующих инструментов, да, он значительно выше, то есть, вот, кажется, что, в принципе, это невозможно, но интересно, что то, что ты описываешь, это как раз люди, которые не попали в андеграунд, да, то есть, они не попали ни в официальную, ни в официальное искусство, ни в андеграунд, да, то есть, они вот какие-то такие двойные аунсайдеры, и вот это положение двойного аунсайдера, как мне показалось, как раз могло бы как-то вот срезонировать, да, с тем, что может быть ответом на ситуацию искусства сегодня, на ситуацию искусства сегодня в России, вот, что ты думаешь об этом? Я начну тогда по очереди отвечать на какие-то пункты, которые я выделил в большом вопросе. Первый пункт – это вопрос, почему сейчас, да, это очень, у меня на него есть, как бы, личный и общий ответ. Личный ответ заключается в том, что в некоторых черновиках и в каких-то записях, и в каких-то списках источников эта статья существует уже года с 2019-го примерно. И, собственно говоря, она задумывалась примерно в то же время, оформлялась примерно в то же время, когда я впервые познакомился с наследием Иосифа Гинзбурга через публикации Яна на арт-гиде, и потом, когда Ян мне показывал эти машинописные источники, Давидовича я уже знал к тому моменту, есть еще, было еще несколько аутсайдеров-афористов, так скажем, в позднесоветской, раннедемократической культуре, и их, как бы, свести их в некую общую тему и попробовать понять, что же это такое за жанр, чем он обусловлен был, и как они его трансформировали, и зачем они его трансформировали, и в какой большой проект они свой личный для себя реализовывали через афоризмы. Это, как бы, идея разобраться в этом была, сложилась довольно давно. Сейчас это все выглядит так, как выглядит, в том числе намечая какие-то пути для дальнейшей ориентировки в культурном пространстве, просто потому что сейчас очень многое выглядит так. Очень многие вещи становятся говорящими, небезопасными, сомнительными и острыми. Вещи, которые, ну, как бы, в моменте так не воспринимались. Ну, то есть, уже давно так в моменте не воспринимаются. Сейчас они все... Сейчас постепенно, как бы, вот это наслоение нонконформистских смыслов у искусства ретроспективно растет. Особенно у искусства андеграунда 60-70-80-90-е, но и у искусства совершенно недавнего. Вот, например, там у Ирины Кориной есть инсталляция, которую она показывала в галерее Excel, инсталляция, по-моему, 2011 года, которая называется «Показательный процесс». Сейчас эта инсталляция, посвященная митингам на Болотной, в какой-то степени посвященная, да, оформленная как пластическая реакция на митинг на Болотной, сейчас эта работа выглядит абсолютнейшим, абсолютнейший, если использовать термин, ретроспективный термин, антисоветчатый, да. И ряд такого рода произведений, он будет только расти, я думаю, если ничего не изменится в ближайшее время. И мы еще многое, как бы, увидим этой абсолютно, ну, как бы не изменившейся, но обострившейся оптикой такого, чего мы не видели, да. А конкретно практическое соображение по поводу появления этого текста, лично практическое соображение, заключается в том, что просто здесь, в Хьюстоне, благодаря моим коллегам, ну, не коллегам, друзьям, в первую очередь, из университета Хьюстона, там работает и преподает замечательный совершенно профессор Алексей Голубев, собравший вокруг себя какое-то количество Ph.D. студентов, занимающихся советским периодом. И один из этих Ph.D. студентов, Дмитрий Голубев, он организовал на последней конференции ASIS, Association for Slavic and Eastern European Studies в Филадельфии, собрал панель, задачей которой было усложнение и углубление темы застоя в культуре. В первую очередь в культуре, но и в гуманитарной науке в целом. И он пригласил меня, зная мой интерес и мои компетенции как историка, связанные с оттепелью и второй половины века, он меня пригласил что-нибудь прочесть. Я вот как бы выудил эти все драфты и превратил их в результате в статью и выступление на этой самой конференции. Ну а потом, соответственно, перевел и адаптировал это для нас, для русскоязычных читателей, потому что понятно, что там англоязычный текст дает контекст, который обычно не считывается никем. При этом эта панель на конференции, она очень выделялась, была абсолютно беловоронная панель, потому что вся конференция, что совершенно логично, естественно и предсказуемо, была посвящена, собственно, деколонизации, антиколониальному, деколониальному дискурсу, различным таким географически индигенным, монокультурным способом противостояния большому имперскому советскому проекту. Ну в основном советскому, потому что конференция в основном про советский проект. Многоэтажные панели, где не было бы четкого деления на жертву и агрессора, и где была бы какая-то диалектика и динамика этого процесса в какой-либо период советской истории, таких панелей было можно, из 100 с лишним панелей, таких панелей можно было пересчитать по пальцам. Мне кажется, что их было в районе двух. И наша была вот одна из них. Еще, отвечая на твой вопрос тоже, отвечая на другой аспект твоего вопроса, о двойном аутсайдерстве, к сожалению, в этой статье, сейчас я понимаю, слушая тебя, я упустил один интересный и важный момент о публичном измерении двойного аутсайдерства, которое в случае Иосифа Гинсбурга не проявлялось так резко и ярко, в случае Давидовича, безусловно, проявлялось, потому что он был довольно давно и плотно, он был некой фигурой в публичном пространстве, условно говоря, то, что мы называем городским сумасшедшим, и в этом публичном пространстве он, в общем, как-то взаимодействовал с контекстом, с людьми, имел некую как бы репутацию, репутацию на этом уровне улицы, да, и в этом смысле он мне напоминает, конечно, мне кажется, это сравнение уже было тобой где-то, может быть, в рамках твоего или телеграм-канала применено, он напоминает мне Сергея Калмыкова, казахстанского, оренбургского художника, который прожил большинство своей жизнью в Алматы, и он как раз в самые суровые, жесткие 30-е годы, ну и 40-е и 50-е, в 1967-м, он очень перформативно, на улицах Алматы он очень перформативно себя вел, и как бы его перформативность, она была фактом публичного пространства города, неофициальным, неофициозным фактом, но все-таки фактом, так же, как и публичность Давидовича. Но это отдельное такое замечание, скорее, про будущее, про будущее, как надо смотреть на двойных аутсайдеров, потому что у некоторых из них есть при всем двойном аутсайдерстве, есть еще и выход в публичное пространство, который тоже каким-то образом как бы осмысляется и транслируется тоже социальными, культурными какими-то способами, да. Вот, что касается стратегии, да, стратегия здесь, это самый, наверное, болезненный вопрос, потому что я с тобой согласен, безусловно, в том, что попытки выстроить какой-то еще один андеграунд и до 22-го года, и после 22-го года выглядят несколько, ну, я бы сказал, беспомощными, не потому что они интеллектуально не фундированы или творчески не фундированы, а потому что surveillance stage, что называется, работает очень хорошо. То есть надзор осуществляется очень эффективно. Достаточно вспомнить еще до всех событий, как на самые, что ни на есть, андеграундные сборища, посвященные искусству или культуре, стихам или интеллектуальным каким-то обсуждениям наиболее острых и подсудных тем, спокойно приходили сотрудники Центра ЭЭЭ, ведомые провокаторами и активистами, находившими информацию об этих сборищах в соцсетях. То есть этот контроль, он как бы эффективно осуществлялся еще и до того, как закручивание гаек возымело некий официальный, как бы официальный уголовный характер. Поэтому, да, попытки как-то спрятаться, это довольно сложно себе представить сейчас. Попытка сыграть на двойном аутсайдерстве, с другой стороны, тоже сложная, потому что для системы нынешней, мне кажется, поскольку у нынешней системы... Ну, то есть нельзя сравнивать состояние нынешней системы с состоянием системы 60-70-х годов. Потому что система 60-70-х годов, она жила уже на какой-то наработанной инерции изначальной амбиции советского государства, а изначальная амбиция советского государства состояла в цивилизационном сломе, да, в таком тотальном глобальном цивилизационном сломе, а 60-70-е – это уже послесловие к этому, послесловие, самокритика и постепенное угасание этой энергии цивилизационного слома. У нынешней системы, нынешняя система находится как раз-таки в самом, что ни на есть, активном периоде декларируемого цивилизационного слома. И, как мы знаем, там по временам сталинской цензуры или какой-либо другой жесткой цензурной политики на территории Российской империи последних лет, такого рода амбиции обычно приводят к тому, что там никто в тонкостях не разбирается. Одного ты, одного ты, как бы, ты аутсайдер в квадрате или ты аутсайдер в кубе. Здесь нет каких-то четких, нет каких-то четких рецептов, никакой прямой правильной рецептуры по поводу того, какого рода высказывания возможно, какого невозможно, они просто не могут быть. Это все решается на скорую руку и на живую нитку, с одной стороны. С другой стороны, очень сложно представить себе, что такого рода двойное аутсайдерство может быть кем-то сознательно выбрано как стратегия, потому что для Давидовича, для Гинсбурга, для других аутсайдеров, афористов для них характерны еще совершенно конкретные проблемы ментального характера. То есть медицинские проблемы, медицинская часть того, кем они были, о ней не стоит забывать. И, ну, в общем, да, ее тоже следует учитывать. Нельзя, к счастью или к сожалению, нанести себе самостоятельно глубочайшую психологическую травму. И поэтому, как стратегия, мне это кажется не очень рабочим моментом. И последнее, наверное, замечание, тоже имеющее отношение к твоему вопросу, может быть, не такое прямое, это то, что, да, строго говоря, ничего антисоветского в афоризмах Давидовича почти не встречается, в афоризмах Гинсбурга тоже почти не встречается. Любая критичность в их афоризмах, она вполне себе вписывается в рамки разрешенной критичности, характерной для юмора и сатиры советской эпохи, строго говоря. Там не было каких-то мощных политических, суперрезонансных слоганов и утверждений. В частности, поэтому, мне кажется, они до глубокого андеграунда так и не дошли, оставшись вот такими интересными, сложными, плавающими, флюидными практиками, своей, флюидными практиками своего собственного диалога с большим другим или с властью, ну, в общем, вернее, с тем другим одновременно. Вот как-то так. Я, может быть, еще так докручу чуть-чуть, потому что, с одной стороны, да, мы можем рассматривать вот это двойное аутсайдерство как применительно к внутрироссийской ситуации, да, и каким-то вот таким вот лопающимся пузырям или пузыриком, да, этой газировки, да, андеграунда или пены, да, но можно ведь рассмотреть ее структурно и с другой стороны, с точки зрения того, что есть очевидный разрыв, который очень проблематичный и болезненно переживаемый, разрыв между условно неким вот, ну, с большими кавычками все это, да, потому что это все тоже очень подвижное и сырое, ну, вот условно там, да, уехавший какой-то либеральный мейнстрим художественный, да, который уже вот как-то плюс-минус оформляется на разных уровнях и начинает присутствовать уже как-то вот в том числе медийно, да, не только внутри искусства. И позиция этого либерального мейнстрима, ну, даже не говоря о каких-то вот отдельных персоналиях, а больше, может быть, говоря о, ну, каком-то общем ощущении, да, у людей, которые особенно, если мы говорим про людей, которые уехали после 24 февраля, позиция по отношению к тем людям, которые остались, крайне агрессивная, да, и как бы крайне негативная, и в обратную сторону тоже удивительным образом те люди, которые остались, особенно те люди, которые остались и как-то осознанно начали делать карьеру внутри России, таких людей очень много, и зачастую это наши, да, коллеги, друзья, товарищи и большие специалисты, вот, их отношение, соответственно, к тем, кто уехал, оно тоже такое, как бы, двусмысленное, скорее негативное, и в каком-то смысле, ну, опять же, это все в кавычках, да, можно говорить о том, что вот, опять же, до, там, последних событий, не знаю, условно, там, да, до серии обысков, который уже переключился на институции, вот эти вот люди, которые остались и, там, условно, порадовавшись отъезду тех или иных генералов или смертям тех или иных генералов, смогли эти институции наконец-то захватить, вот, но тут, возможно, сами институции схлопнутся, то есть, вот тут, как бы, не до конца понятно, да, вот это вот, вот эта вот подвижность всех этих категорий, она вызывает улыбку, хотя это улыбка, там, сквозь слезы, да, то есть, это все, конечно, довольно мрачная с разных точек зрения ситуация, вот, но, условно, можно назвать это, вот, неким, да, по крайней мере, вот, официальным искусством последних двух лет, да, России, и есть какая-то третья прослойка, да, людей, которые, условно, не пошли, не уехали, не начали радоваться отъезду генералов и захватывать институции, вот, ну, и они оказываются вот в таком положении, когда их ругают, условно говоря, те и другие, да, вот, ну, я не беру здесь, условно, людей, которые, к счастью, таких людей минимум, да, но людей, которые как-то иначе, да, как-то декларируют свою позицию в отношении происходящего, вот, но я допускаю, что дрейф, просто ситуация внутри России, он потребует от людей, да, ну, какой-то большей, да, в увлеченности в происходящее, и, скорее всего, вот это вот разделение на некий либеральный, да, уехавший мейнстрим, и дрейфующее постепенно в силу просто сужающегося коридора, да, компромиссов и сужающегося коридора возможностей, да, вот в сторону, соответственно, некой официальной культуры актуальной России, вот этот вот разрыв будет, с одной стороны, увеличиться, с другой стороны, он тоже похож вот на, ну, такую немножко трансформированную, да, ну, вот эту вот оппозицию советского официального и неофициального искусства, и вот с этой точки зрения, да, вот эти вот промежуточные люди, будь то люди, которые остались, например, да, по каким-то причинам, не действуют так, как часть коллег, или те, которые уехали, но держат дистанцию, опять же, по тем причинам, по отношению к мейнстриму, вот кажется, что вот здесь как будто бы есть некоторая продуктивность, но я понимаю, что это, наверное, вот, скорее уже такие мои спекуляции, немножко уводящие вот в сути вопроса, ну, не знаю, если хочешь, можешь отреагировать, если нет, можем это... Ну, мне сложно судить, мне сложно судить, я предпочитаю просто не то, чтобы не замечать этого взаимного, ну, видимо, я просто действительно не замечаю этого взаимного напряжения почти никогда, да, ну, вот в двух случаях только, я помню, недавних, я увидел, как оно прорывается наружу, когда кто-то пишет, вот сейчас принято, вот сейчас принято уехавшим ругать оставшихся, а оставшимся ругать уехавших, я думаю, а где это принято, вот, где эти... у меня нет Фейсбука, поэтому, наверное, я просто не вижу, не вижу этих бесконечных баталий между уехавшими и оставшимися, да, то, что до меня долетает, это обычно какие-то довольно четко сформулированные, размышления о том, что и как делать там и там, да, там, когда ты сказал, когда ты сказал слово «генералы», мы, разумеется, мы понимаем же, о ком идет речь, да? Я думаю, да. Да, мы понимаем, о ком идет речь. Понимаем, вот, но для этого человека, почему мы... для Нади, да, для Нади всегда был характерен в высшей степени активный рассентимент по отношению к той прослойке, культурных работников, которых она называет генералами, и, ну, как бы, генералы – это вот некая, да, это некая элита, которая там зажимает ту сферу интересов, которая, кажется, ей наиболее актуальна и важна, зажимает тот дискурс, который ей кажется наиболее продуктивным. И, ну, то есть, здесь ничего не изменилось, да, только генералы уехали. Ее понимание того... Нет, ну, это просто один из ярких примеров, да. А, нет, ну, я читаю ее как, ну, как бы, как, я обожаю, обожаю, это вообще отдельное. Жалко, что я не филолог, но следующая статья, следующая моя статья с моим темпом, которая, видимо, выйдет через пять лет – это история про дневники после 22-го года, публичные дневники после 22-го года, и, как бы, по обе стороны конфликта. Это для ХЖ искусство как исповедь? Нет, ну, следующая, через пять лет, вот, ХЖ, когда будет целиком на итальянском выходить, я не знаю. Еще одна искусство как исповедь, и 2.0 просто будет. Ну, да, но тут тоже, как бы, есть структурирование этого личного письма, и вот, там, понятно, что, там, у людей, у людей, которых я читаю, оставшихся в России, оставшихся в России читать бесконечно интереснее, именно потому, что они имеют дело с, ну, как бы, невероятной, невероятно сложной, давящей ситуацией. Я могу только восхищаться их героическим самообладанием. Понятно, что, ну, как бы, их самообладание не тотально, разумеется, но я не могу не восхищаться их героическим самообладанием, когда они мыслят, мыслят, рефлексируют по поводу того, что происходит, сохраняя все свои профессиональные навыки для этого мышления, для этого мышления и рефлексии. Это касается Нади тоже, в первую очередь, тем более, что она просто, как бы, если бы у Лидии Гинсбург был ТГ, наверное, это бы выглядело примерно как-то так. И, значит, да, в целом по какому-то, по какому-то более большому, большой геополитическом разрезе, я просто, ну, как бы, об этом немножко не думаю, но, опять же, другой интересный процесс, другой интересный спор вот как раз случился недавно между горячо мною любимыми екатеринбуржцами, один из которых находится в Германии, а другой находится в Екатеринбурге, и они спорили насчет того, что чему сейчас надо учить людей в России. Вот. И у Анастасии Богомоловой, которая находится в Екатеринбурге, был тезис о том, что учить их, как бы, их не надо учить некому международному профессионализму, надо учить тому, как делать искусство, которое, вот, как бы, останется после, вот, после. Вот что, вот, как проектировать, как проектировать язык и жесты, которые могут выжить, которые могут, как бы, остаться в любой, вот, в любой ситуации. Это очень тоже небанальная благородная задача, которая, кажется, кажется мне правильной. Ну, собственно, мы об этом, в какой-то степени мы об этом говорим, когда говорим о позиции двойного аутсайдера или одинарного аутсайдера. Ну, да, но тут, опять же, надо поправить, потому что совершенно ситуация не предсказуемая. То есть, ты не можешь предугадать системы контроля, будут ли они разгромлены, там, институции, да, там, стоит ли Надя, там, не знаю, что вообще будет, кто уедет, кто нет. То есть, предугадать здесь вот вперед какую… Да, да, я почему, как бы, привожу примеры с именами, потому что в этих именах я уверен, как в людях, персонах, осуществляющих высочайшей степени рефлексию, да. И сам факт этой рефлексии высочайшей степени, высочайшего уровня, он, ну, как бы, он ценен сам по себе. Да, безусловно, мы ничего предсказать не можем. Да, безусловно, дай бог всем здоровья, но уже в этот конкретный момент ретроспективно можно будет понимать и обращаясь к их текстам этого конкретного момента, понимаешь? И, ну, для них, разумеется, для них, разумеется, рассуждения о будущем тоже актуальны. Эти рассуждения структурируются так, как, на мой взгляд, я не вижу другого, более логичного способа структурировать эти рассуждения. Ну, хорошо, ну, это как раз эти две позиции плюс-минус понятные, да, и ставки их плюс-минус понятные. Вот как раз пока что, ну, если я сам бы пытался, да, ответить на свой вопрос, на свой комментарий, я думаю, что вот с этой, как бы, позицией двойного аутсайдера, который не попадает ни туда, как раз хуже всего. Потому что неясно до конца, собственно, каковы будут мотивы этих людей, что они могут делать, что не могут. И искусство тоже здесь пока что под вопросом. Но это скорее вот, как бы, какое-то размышление от меня. Вот, Аня, вы хотели, если по этому же вопросу, может быть, тогда спросите, быстро пойдем дальше. Более-менее по этому вопросу. Просто интересно, почему вы говорите, что в сталинские времена никто не понимал, что происходит. Ну, и хрущевские, кажется, сталинские только, или хрущевские тоже. Никто не понимал, что происходит вообще. А как будто бы сейчас у нас кто-то понимает, что происходит. Как будто они вот берут и приходят с обысками к людям, и они прям понимают, что это те люди. Ну, так говорить, мне кажется, странно очень. Так наоборот же было о том, что тогда были как раз понятны критерии, и система была уже выработана, наоборот. Речь была про 50-е и, скорее, 60-е. Да, 60-е понятны критерии, да. Тогда были понятны, а сейчас непонятны. Ну да. 50-е и 70-е были понятны критерии, да. Можно было работать с этим. А при Хрущеве были понятны критерии? В меньшей степени, потому что там было запущено несколько противоположных процессов. Один процесс на интернационализм и либерализацию, но он был как бы в какой-то момент просто самим же Хрущевым остановлен. После чего все перековалось в такую интересную, интересную, как бы, интересный статус-кво, и это именно статус-кво, да. Он был более-менее понятен людям довольно с ранних лет, да. Вот там человек, родившийся с бунтарским или критическим мышлением, этот человек мог понять, чему ему грозит критика и бунт довольно рано. Если он родился в 45-м году, довольно рано в школе он уже понимал пространство маневра или отсутствие этого маневра. Ни в 30-е годы, ни сейчас мы не можем похвастаться таким, ну, как бы... Сейчас мы не понимаем, сейчас мы не понимаем или понимаем. Я думаю, что нет. Я лично не понимаю, ну, как человек, как раз оставшийся в Москве и не желающий строить карьеру вот по этим... Короче, человек, скучающий по уехавшим генералам и не желающий строить карьеру по, ну, скажем, по новому, очень в кавычках, очень с оговорками официальному искусству, я совершенно не понимаю безопасную лакуну. А вот да, самое, наверное, жесткое, то, что я и знаю из истории искусства, это конец 20-х, начало 30-х, потому что то, что было вчера разрешено и поддерживалось официальным государством, сразу же стало блокироваться. Блокироваться, вроде этих круш... вроде... вот в 24-м, с 32-го по 34-й год уже зарубили все школы искусства, ну, как бы вот это самое жесткое. А дальше... Дальше мне непонятно про Хрущева, вроде как, потому что он наехал на бульдозерную выставку, он все понимал. Там с бульдозерной выставкой, я извиняюсь, что я это... ну, это нужно сказать, что бульдозерная выставка – это очень сложная тема. Вот Герчук об этом хорошо написал, что бульдозерная выставка – это не столько воля Хрущева, сколько столкновение двух номенклатурных гигантов – Мосха и другой ветви Союза художников, что Хрущева, грубо говоря, натравили на этих художников, и то это была не основная выставка, а ее пристройка, как бы немножко отдельная. Нет, ну, как бы то ни было, условно, Илья Васильевич Кабаков отказался участвовать, например, в бульдозерной выставке. Подождите, вы путаете сейчас, 30 лет мозг. А, да, извиняюсь, я не расслышала, а про бульдозерную – это, да, это другое. Ну, короче, те люди, которые все понимали, они, в принципе, их проигнорировали и не участвовали. То есть, ну, это были ставки, то есть, кто-то участвовал, кто-то рисковал, там, не знаю, Кобра, Меламин, да, там, Ускарабин, вся компания, да, а для кого-то было понятно, что это все равно рискованно. То есть, там было ясно, в принципе, какая-то палитра. Арсень, я говорю не про художников, а скорее про намаплатуру, понимала она или нет, и сейчас, насколько она понимает или нет. Вот мне кажется, что нихрена не понимает сейчас. Ну, Аня, мы об этом и говорим. Это и есть наш традиция. Ну, да, мы и говорим, да, извините. Нет, ну, в смысле, что мы, как бы, подтверждая вашу интуицию, мы, как бы, об этом и сказали, что сейчас непонятно, да, то есть, сейчас эти формы, в принципе, и со стороны художников. Нет, это совсем понятно, но с чем это можно сравнивать? Со сталинским временем, с хрущевским, с 20-ми, 30-ми, я не знаю, с чем. А полное сравнение не будет никогда, полного и абсолютного – это бред. Как бы, особенно в случае специфической российской ситуации, они плохо работают. Это просто интересно поговорить, извините. Тем более, правильно было сказано, что все очень стремительно развивается, что это такой спидран по Советскому Союзу, что то, на что Советскому Союзу требовалось больше, гораздо времени, проходит с гораздо большим темпом, на самом деле. Искусство как критиков и каких-то искусств. Мы должны быстрее соображать. Нет, не обязательно. Но я думаю, что единственная, строго говоря, четкая, с точки зрения макроистории версии того, что происходит, можно считать просто очередной приступ так называемого оксидентализма, что-то противоположное ориентализму. Это такая особая возникающая на Условном Востоке ненависть к Условному Западу, которая охватывает определенные территории с некоторой нецикличной регулярностью, надо сказать. И поэтому с точки зрения вот этого оксидентализма, то есть демонизации всего того, что идет от Условной Западной цивилизации, эпоха просто там работает по каким-то интуитивно понятным правилам Николаевской, Николая Первого, Николаевской эпохи, может быть, сталинизма, еще каких-то моментов там. Но, да, еще каких-то эпох. Но тут проблема в том, что, поскольку языки меняются очень сильно, от середины 19 века до нашего времени, просто там языковые структуры и в искусстве, разумеется, и просто в литературе билетристики и разговорном языке настолько сильно поменялись, что даже имея некий диагноз, макроисторический диагноз нынешней ситуации, мы не можем четко сказать, насколько эти языковые структуры, как бы бывшие запрещенными языковые структуры, насколько они сейчас тоже запрещены. То есть здесь нужно, здесь вот, да, здесь нужен какой-то очень постоянный, sustained, да, такой уровень рефлексии насчет того, как запрещенные языковые структуры меняются вместе с новыми оксиденталистскими эпохами. Я не знаю, что значит запрещенные языковые структуры и оксиденталистские эти. Можно объяснить? Запрещенные языковые структуры, например, абстрактная живопись в Советском Союзе, да? Ну, это понятно. Ну, это была запрещенная языковая структура. Или какие-то, например, там, жанровые... Вы можете провести аналогии с тем, что сейчас происходит? Феминитивы. Сейчас запрещенная языковая структура. Вот феминитивы, сленг какой-то определенный, связанный с, допустим, ЛГБТ-темой. Ну, это в искусстве не очень у нас используется, к сожалению. Ну, почему? Есть определенные кодировки, которые считываются теми, кому они должны быть понятны, а не понятны. Я предлагаю вернуться к тексту, потому что мы как-то сразу перешли, условно, в режим такого живого микрофона. И, может быть, в конце обсуждения, через какое-то время, может быть, более горячие вопросы обсудить. Но если возвращаться, если Валентин упомянул про языковые структуры, второй мой вопрос был, собственно, про концептуализм. Ну, и тоже, рассуждая о, может быть, ставке этого текста, насколько я ее понял, ты несколько раз озвучивал из контекста, который ты предъявил касательно конференции. Кажется, что вот эти фигуры, они как раз претендуют на какое-то перепрочтение канона, изменение канона, но с какой-то странной стороны. Потому что, в целом, по моим интуициям, хотя они тоже, наверное, не самые, может быть, точные, но есть ощущение, что, условно, московский концептуализм, он со всех сторон воспринимается крайне негативно. Как раз-таки уже каким-то своим мидстримом называется для искусствоведов и историков искусства. И все попытки его как-то скинуть, они идут дальше уже каждый по-своему, с какой-то стороны, условно, его можно скидывать с точки зрения, не знаю, левого мозга, Юлит-проект, например, или же с точки зрения нон-конформистма, или же, например, с точки зрения деколониального поворота. Причем там тоже есть нюансы, условно, есть внутриконцептуализм, но это более такая, кажется, более сложная конструкция, что внутри концептуализма есть разделение, условно, там, одесский концептуализм, да, концептуальные практики стран Балтии, да, которые вот из-за доминирующей роли московского концептуализма, они оказались в тени. И сейчас идут конференции с целью как раз изменить этот статус. Вот, но к чему я веду, что в целом, как будто бы вот твой поворот, если вот мы смотрим переосмысление этого канона, с точки зрения переосмысления канона, рассматриваем эти фигуры, то как будто бы речь идет вот тоже про какую-то внутреннюю, так сказать, разборку, да, что это вот какой-то другой концептуализм. И я хотел как-то вот вокруг этого немножко поговорить, вот на твой взгляд, насколько в принципе важна вот эта концептуальная оптика здесь, да, то есть насколько она, ну, понятно, что она скорее, наверное, не до конца осознанной, в случае с Гинсбургом, может быть, не совсем релевантным, в смысле вот со старшим, да, хотя, опять же, афоризма, то есть тут вот, тут есть некоторые сложности, как все это помирить, но к чему я веду, что есть ощущение, что в том числе вот как будто бы совпадение того факта, что рассматриваемые фигуры аутсайдерские вдвойне выбирают так или иначе либо концептуальной, либо протоконцептуальной практики, либо часть их наследия может быть рассмотрена через именно эту призму, он не случайен. И тоже вокруг этого можно как-то спекулировать, потому что если перебрасывать мост, может быть, в актуальный момент, да, хотя это как будто бы идет вразрез с эстетическими тенденциями, да, но кажется, что даже эти эстетические тенденции, да, если мы говорим про деколониальные повороты, какую-то особую эстетику с ним связанную, они тоже возникают через жест отрицания, да, который был доведен до какого-то звеняющего очевидного состояния именно концептуальными практиками 60-х, 70-х годов, то есть как будто бы призрак концептуализма, он присутствует во всех этих историях, и в том числе он кажется возможным и как актуальная методология, если вот опять же перебрасывать мостик к современному контексту, да, как методология, которая позволяет существовать внутри систем предельно репрессивных, да, но в том числе, например, через субверсивную аффирмацию или через какие-то практики, которые, ну, каким-то образом позволяют, да, играть вот с непрямым высказыванием. Вот, ну вот, в общем, вот одна сторона вопроса, да, это, наверное, насколько это тебе кажется важным именно сейчас с разных точек зрения, и, да, первая часть вопроса – это, насколько случайно, не случайно то, что эти люди именно воспринимаются нами через концептуальные практики и через афоризм. Ну, вот про афоризм, да, любопытно, что, собственно, Комар Меламит, да, вот для меня были главными людьми, связанными с афоризмом, и тут как будто бы все понятно, а здесь вот афоризм есть, но как бы осознанной этой концептуальной практики нет, хотя, опять же, и перформативное поведение уличное и много чего еще вполне вписывается в то, что было, условно, в большой истории искусства западного образца. Ну, смотри, тут как бы это очень богатый вопрос на разные оттенки и замечания. Во-первых, я считаю, что и ты, и Ян Гинсбург, в общем-то, превратили, соответственно, Давидовича и Иосифа Гинсбурга в концептуальных художников. Это ваш мощный художественный жест, это вы выстраиваете даже, собственно, эстетику их высказывания, да, то есть, вернее, нет, вы находите, вы находите в существующем, в существующем, как бы, типе их саморепрезентации моменты, которые можно эстетически оформить как концептуализм. Это с одной стороны. С другой стороны, концептуализм, московский концептуализм, в частности, да, он появился как такое школьное искусство, да, он возникает в среде людей с очень хорошим советским художественным образованием. Ну, или, может быть, не самым лучшим на свете художественным образованием советским, но таким фундированным советским художественным образованием. Поэтому он обращается уже к каким-то выученным структурам, использует эти выученные структуры для, допустим, одна из, действительно, одна из моделей – это субверсивная аффирмация, как ты говоришь. И вот на субверсивной аффирмации хотелось бы остановиться, потому что я не очень понимаю, как она возможна сейчас, в наше время, потому что существует определенное, как бы, количество, небольшое количество людей, которые занимаются средствами условно-современного искусства, самой, что не есть, прямой аффирмацией. Просто такой, как бы, замысловато-прямой аффирмацией. Вот. И, ну, как бы, грубо говоря, там, торжество хаоса, как реакционная модель, позволяющая как-то адаптироваться и себя адаптировать, и радостно, радостно, как бы, радостно поддерживать все то, что происходит. С третьей стороны, ну, как бы, да, вот ты упомянул тоже деклониальное, деклониальный дискурс – это вообще третья интересная сторона, потому что было бы, конечно, интересно написать историю советского искусства исключительно с точки зрения каких-то, вот, как бы, географических, географическо-культурных привязок, да. Исключительно с точки зрения оксидентализма, ориентализма, как бы, вот, художника-путешественника, что в высшей степени характерна, вообще фигура художника-путешественника в высшей степени характерна для советского искусства, в меньшей степени как раз характерна для художников-концептуалистов, надо сказать. Ну, то есть, как бы, найти... Я не то, чтобы пытаюсь как-то канон переформатировать или перформулировать, я пытаюсь найти через, скорее, какие-то культурологические объяснения, культурологические контексты, я пытаюсь найти этим художникам место, из которого они могли бы уже комфортно восприниматься, комфортно идти дальше и описывать, как бы, культуру и общество в целом. И я считаю, что просто их проект, он описывает культуру в целом не хуже, чем концептуалистский проект. Это да, это я считаю. Насколько там, с точки зрения канона, кого надо ставить и заменять, не знаю. Я не знаю. Мне кажется, что на стороне московского космоптуализма и левого мозга, и кого угодно, на стороне их школа – это очень профессиональное искусство. Очень профессиональное искусство, созданное в ситуации такого элитарного советского образования. Поскольку оно профессиональное, оно очень качественное. Поскольку оно очень качественное, оно довольно устойчивое. В случае моих нынешних героев тут немножко все иначе. Это все неустойчивое, флюидное и такое вот эстетически неоформленное, и оформляющееся эстетически только благодаря внешним художникам, художникам, которые работают как художники-оформители, вот как вы, например. Так, ну, в принципе, я могу тут чуть-чуть как-то развить, или я посмотрел, мы уже час говорим, то есть нужно как-то это перевести уже окончательно в режим живой дискуссии. Единственное, что, ну да, в принципе, многие методы, которые использовались, условно, классическим концептуализмом даже в американском изводе, они забанены сегодня, в том числе и суперсивные аффирмации, да, вызывают вопросы после поэма Кента Голлсмита, где он в качестве редимейда использовал описание вскрытия убитого чернокожего человека, это вызывал жуткий скандал, и на этом прежде, казалось бы, абсолютно такие серьезные позиции концептуализма США и Канады, они были как-то сотрясены, да, и после этого все как-то стало стремительно меняться, и это вот середина десяток, да. И что любопытно, что, в принципе, были же еще попытки работы с медиумом Твиттера, да, вот, который в каком-то смысле близок, наверное, к, близок к медиуму, собственно, афоризма, да, вот, и есть американская поэтесса Ванесса Плейс, не знаю, слышал ты про такую или нет, она делала тоже забаненный, заканцеленный проект в Твиттере, где из «Занесенных ветром» она делала Твиттер, вот, и ее за белый супрематизм забанили, хотя, собственно, идеей была как раз, ну, такой вот субверсивной аффирмацией, как бы изнутри канона американского, да, предъявить его как-то еще более яростно, да, но не сработало, вот, хотя, понятно, что это совсем другая стратегия, и она сильно отличается, условно, от Дель-Дойча или Гинсбурга, которые другие цели преследовали, вот, ну, это, наверное, уже отдельный разговор. Это очень большой разговор просто, это очень большой разговор про то, про, собственно, про автономию искусства, и это очень интересный, просто в качестве быстрого проброса, я тут, поскольку занимался темой аутсайдеров очень плотно в последнее время, я прочитал довольно большое количество литературы, свежей англо-саксонской литературы по вопросам. Есть прекрасная книга, написанная не историком искусства, и не коллекционером, и не энтузиастом аутсайдеров, как обычно такие книжки пишутся, а написанная социологом, который, чикагским социологом, который изучает среду, среду распространения аутсайдерского искусства в Америке. И он, книжка, по-моему, 2001-2002 года, Гэри Эллен Файн зовут этого социолога, книжка называется «Everyday Genius». Это социологическое исследование на всех уровнях производства, распространения аутсайдерского искусства, там коллекционеры, галереи, ярмарки, сами художники и художницы, и так далее, и тому подобное. И он там в какой-то момент предлагает использовать вместо себя плохо зарекомендовавшего термина аутсайдер арт, классического, он предлагает использовать термин «identity art» в 2002 году, когда «identity» не был таким острым, острым, ярким словом еще нашего лексикона. И он объясняет это тем, что «identity», когда мы говорим об этих художниках и художницах, мы всегда говорим о них в биографическом разрезе. Мы говорим, ну вот такая тяжелая судьба, человек нигде не учился, работал дворником, или, не знаю, чинил обувь на улице, или был почтальоном, или что-то еще, там ментальное здоровье у него такое-то. Вот, вот, зная все это, смотрите, вот это как бы, это его работы, воспринимайте их в биографическом контексте. В 2002 году Гарри Эллен Файн предложил для аутсайдеров термин «identity art». В 2024 году в Штатах, в меньшей степени в Европе, в Штатах как бы все «identity art». И, строго говоря, нет места некому... Ну, то есть, есть место автономному жесту, но этот автономный жест, он уже прочитывается исключительно в таком как бы разрезе скучного канона и как бы инерции рынка, да. Поэтому языковые стратегии, связанные с субверсивной аффирмацией, не требующие от аудитории владения искусством чтения между строк, это сейчас, да, в Штатах это такое довольно довольно сомнительное предложение, и в России, разумеется, тоже. Возможно, в этом есть некое продуктивное, продуктивный задел на будущее, поиск как раз вот какой-то новой языковой структуры, которая позволила бы, если не субверсивной аффирмацией заниматься, то делать искусство, художественные жесты не фундированные собственной биографией, да, но это дело будущего. Ну, что любопытно, парадоксальным образом, то есть, я не знаю, да, книги не читал, но кажется, что, собственно, понятно, что фигура аутсайдера, она постепенно тоже кристаллизуется, это какой-то продукт, да, определенных систем производства знаний, там, определенных систем производства субъективности, но как она определяется зачастую, или как мы видим там по траекториям этих людей, она как раз такая вот трансверсальная, то есть, ей очень сложно привязать какую-то одну идентичность, потому что это люди, которые выпадают из всех идентичностей, ну, то есть, постфактум ее можно как-то восстановить, но, собственно, часто в этом и является, в этом и есть специфика, да, то, что они не вписываются в предлагаемые им идентичности, и как-то вот всегда говорят, что это не впопад, всегда оказывается несвоевременно, да, и, собственно, в этом как бы проблема, то есть, как будто это люди, которые как раз-таки, ну, в классическом смысле, да, те, которые должны не вписываться в аутсайдер-арт, в принципе, да, то есть, это всегда должна быть позиция какого-то двойного аутсайдера по отношению ко всему, вот. Да, 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 в целом да, но это тоже, это большой, это большой разговор. Окей, давайте тогда передаем слово коллегам, у тебя были какие-то комментарии по тексту тоже? Да, у меня есть пару вопросов, уточняющих скорее, кое-какие по следам как раз тех материалов, которые, ну, топ-материалов, которые ты нам прислал, Арсений, один, вот, скорее, базирующийся на внутритекстовом упоминании. Вообще, спасибо за текст, мне он очень понравился по языку, мне он очень понравился, как он кристаллизован тоже, как он выглядит и как, и какие, в общем, ну, узелки какие-то интеллектуальные оставляет, и возможности для размышлений. Ну, вот, очень важный момент про то, что у Давидовича, помимо вот этого внешнего измерения, чисто физического, вот он выходил на улицы, как-то позиционировал себя в городе, в среди, ну, так называемых фигур обывал. То есть, понятно, что в арт-поле он был аутсайдером-аутсайдеров, аутбросом-отбросом, а вот у него была еще позиция для людей вне художественного дискурса. И тут ведь очень важный момент Ютуб его карьеры. Его карьеры человека-мема, человека-звезды интернета, если так можно выразиться, с этим, с видео, с фильмом «Гомункул», с... Главное, мам, ты мне втираешь какую-то дичь. Да-да-да, вот это вот самое главное, как бы бенефис, вот с этим бенефисом ты втираешь мне какую-то дичь. Вот хотелось бы немного про эту ипостась, Давидовича, про то, как она вписывается в концепт, или как раз выводит его, опять-таки, из этой идентичности отброса-отбросов, как бы куда она его выводит и становится ли это еще одним как бы взломом, только-только пытающейся устоять идентичности. Вот это первое. А второе, по следам, вот док-материалов. Арсений, ты в одном из них проводишь некое разграничение как раз между Гинсбургом и между Давидовичем, и говоришь про фигуру Трикстера, что вот есть фигура двойного изгойства, человека, который не вписывается и как бы... Ну, в каноничном прочтении как бы становится ущемлен обеими этими структурами и в минусе, который как бы потом уже становится прочитан и понят постфактум. А есть еще фигура Трикстера, который ходит по вот этим вот полям, в которые он как бы должен вписываться, взламывает их и уходит в следующее поле и как бы начинает творить некий мундус перверсус, скажем так, внутри этих устоявшихся структур. И вот как раз, да, два мои вопроса связаны. Первое с YouTube-карьерой и с бытием человека-мема у Давидовича. И второе про фигуру Трикстера. Как она вписывается во все это? Ну, по поводу человека-мема, да, я эту тему не затрагивал, потому что мне было важно как-то про советский период говорить. Но тема большая интересная, в частности, потому что, ну, как бы строго говоря, меметичность – это некое некое культурное состояние, которое присуще, которое сейчас чаемое, но требуемое, да, от социализированного индивида или творческого индивида. Меметичность, она вот возникает, возникает на этой самой… ну, как бы она должна быть еще… Меметичность, парадоксальность, парадоксальность сетевого творчества заключается в том, что эта меметичность должна быть аутентичной еще. То есть ты вроде бы как должен быть самим собой, но при этом ты должен всем нравиться. Ну, или, по крайней мере, всех задевать настолько, чтобы они тебя как-то распространяли. И это очень интересная культурная ситуация, когда отнюдь не всегда условно успешная аутентичность или декларация какой-то успешной жизни становится меметичной. И в этом смысле мне кажется, что и Давидович, и многие такие мемы, созданные либо настоящими, или возникшие на основе настоящих или самопоразглашенных аутсайдеров, они сейчас играют роль такого… Ну, вот это вот то, что называется сетевой фольклор, но если идти глубже, это сетевой фольклор, у которого есть та же… та же, как бы, тот же функционал, что и у фольклора… не сетевой фольклора, который мы там знаем по источникам. Этот функционал – это такая, как бы, летопись… летопись неудачников, в случае мемов неудачники сами о себе оставляют важные сообщения. Это летопись неудачников, летопись шутов, и летопись таких, в том числе и трикстеров, с которыми люди… люди ассоциируются просто потому, что аудитория неудачников для мемов о неудачниках, она бесконечно широка, потому что все мы в какой-то момент чувствуем себя неудачниками. И в этом смысле, опять же, американский, самый лучший, конечно, американский пример – это бывший президент, и, скорее всего, будущий президент Дональд Трамп, который по всем параметрам американским полнейший неудачник. Мало того, что он там, как бы, в принципе, банкрот, мало того, что его состояние построено на деньгах у папаши, мало того, что он ничего не знает и вообще не скрывает этого, то есть, как бы, вот он, он, как человек-мем, он как раз вот в этой же области, где Давидович, где другие мемы, мемы сетевой фольклор неудачников находятся. Это вот нечто, что вызывает у нас, с одной стороны, смех, с другой стороны, глубинную идентификацию, потому что, как бы, неудача, как общее поле глубинной идентификации, это для такого рода фольклорных, анекдотических, аутсайберских штук, она вот принципиальная, принципиальная разделяемая позиция, принципиальный разделяемый аффект, аффект неудачи, аффект неудачи, аффект неудачника. И вот, кстати, мем я хотела вот быстро вставить, что мем сам по себе, он очень похож на афоризм, как его вот, допустим, Шлегель пишет, обособиться от окружающего мира и быть как бы вещью в себе. Мем, с одной стороны, короткая форма, это всегда должно быть что-то короткое, что-то узнаваемое, что-то яркое, а с другой стороны, оно постоянно в себе, и тем не менее, благодаря этому во многом встраивается в любой другой контекст, к которому оно изначально не принадлежало. Так что вот тут может быть афористика и мемность фразы или какого-то образа, она может в каких-то странных, в странных конфигурациях сближаться. Да, безусловно, но да, это совершенно, да, это чистая правда. Я скорее говорю о том, как такого рода персонажи становятся мемными. И мне кажется, что эта вот мемность, она в их случае, она вот адресуется как раз к грандиозному коллективному чувству личной и коллективной неудачи. Ну да, симпатичный, да, симпатичный неудачник – это очень такая, очень вызывающая сердобольность. Я бы сказал, позиция. Да, по поводу дополнительного чтения, Арсений, это, наверное, к тебе вопрос. Про Трикстера. Я добавлю, единственное, про Ютюб важное замечание, что когда, собственно, все начиналось, и Роман Дмитриев, Кирилл Савельев начали с Аркадем Филипповичем как-то взаимодействовать, Ютюб был сильно другой. То есть, это вот не то место, где Юра Дучь там и все другие люди из телевизора, ну, Юра не из телевизора, но условно, да, в какой-то момент это стало вот телевизор 2.0, да, вот все переместились туда, и там выстроились определенные правила игры, да, определенная логика, но до того, вот, собственно, звезда 2.0 еще вошла, условно, в темном Ютюбе, да, который был гораздо более андеграундным, гораздо более странным. Это было такое вот собрание фриков и, ну, собственно, да, унсайдеров и неудачников разных мастей. Вот, и это гораздо более, как кажется, было интересное состояние, которое значительно ближе к искусству. Опять же, можно даже судить, по вкусу и по месту и по интерпретации вот этих говорящих голов из Ютюба в отношении современного искусства, да, потому что там просто вот бесконечно далеко, то есть это вот какой-то там Никас Сафронов от искусства, ну, не Никас Сафронов, да, но это вот что-то вот, какой-то набор банальностей, дурновкусий и всего такого, а вот темный Ютюб, при том, что он мог вообще не подозревать о современном искусстве, ну, в принципе, он был по своей форме гораздо ближе, и есть люди, которые из него вышли и в западном искусстве, да, тоже, которые вышли именно из этого странного состояния Ютюба-деграунда. Вот, ну и отчасти можно говорить о том, что, собственно, Дмитриев и Савельев, они состоялись впоследствии как художники, ну, там, Роман, наверное, больше как, там, киночеловек, а Кирин как фотограф, но все же они, собственно, вот даже через Ютюб сошли. Вот, про Трикстеров, ну, вот особо мне нечего добавить, ну, я согласен, я тоже думал про то, что, собственно, да, наверное, это фигура Трикстера, да, это фигура ускользания, она супер, наверное, опять же, контр-популярной должна быть забанена, вот, в мире абсолютной аутентичности, да, и какой-то абсолютной железобетонной своей идентификации что-то запрещенное, то есть то, что делать вообще никогда нельзя, вот, но все меняется очень быстро, да, и один год мы успеваем, там, гибридность, вот, гибридизируйся или умираем, другой год мы говорим о том, что нет, мы, конечно, гибриды, но у нас все очень четко прописано, кто где, какой бы приписан списку, вот, то есть, да, ну, опыт 20 века, радикальной философии и освободительных проектах 20 века, конечно, он в широком смысле второй половины 20 века воспел фигуру Трикстера, вот, поэтому, возможно, и эта ставка, как мне кажется, еще пока что не сыграла, то есть, до конца, вот, мы, скорее, вот, переживаем конфликты, условно, первой половины и середины, наверное, 20 века, но тут еще из каких-то, может быть, тоже, вот, биографических прочтений, того, что, вот, Валентин назвал искусство идентичности, мне кажется, по опыту, я, кстати, знал и Гинзбурга, ну, как знал я, как бы его ела, вот, вот, и Давидовича, и Гинзбурга, даже еще до появления Антонковича, потому что он какое-то время жил в бывшей типографии оригинала, на Хохловском, в Хохловском переулке, на Китай-городе, вот, и там... Давидович, господи, и Гинзбург или Давидович? Да, там просто был замечательный человек, который в свое время, собственно, позвал всех художников, чтобы там делать мастерские, но это вот был такой недосквот, в котором часть моего поколения отметилась, вот, и он помогал художникам, помогал в том числе, да, унсайдерам, евреям, то есть разным, да, разным людям, которые были маркированы маргинально, и вот он, собственно, Гинзбурга там поселил, вот, и в свое время мы с Сашей Евангелия туда ходили, потому что он нас попросил, как бы, посмотреть на него и сказать, что мы думаем, вот, и как-то, может быть, помочь, вот, но мы не смогли ничего конкретно сформулировать, как можно помочь, что можно сделать, и на тот момент Гинзбург представлял, это, конечно, очень такое сложное зрелище, то есть он был абсолютно неконтактен, но у него при этом всегда был какой-то человек рядом, какой-то помощник, через который он общался, но, в общем, это было очень, ну, скорее, производило очень тяжелое, грустное впечатление, вот, Давидович как, а вот Давидович был абсолютно в противоположности, то есть он выглядит с точки зрения шаблонов неких наших восприятия безумца и, там, городского сумасшедшего, он выглядит сумасшедшим, но при этом он был абсолютно продуманным трикстером, который вот играл с этими разными стереотипами, у которого было, ну, все, он как бы все делал очень четко, и все это еще делалось ради любви во всей жизни, и, собственно, весь его проект, весь его музей фористики, он был сделан ради художницы, да, которая вот ушла от него к другому суперизвестному деятелю культуры Советского Союза, андеграундного и России, Борису Хананову, вот, и, собственно, вот его проект, это проект для другого, для этой женщины, вот, и там все очень, на самом деле, изнутри очень продуманно и четко, и вот он действительно пытался с этим трикстерством играть, собственно, сам изменил себе имя, сам как-то находил способы деконструкции, да, тех или иных закрытых систем, то есть в этом смысле они противоположны, вот, но это вот про трикстерство, замечание, вот, не знаю, Валентин, у тебя как со временем, есть еще 10-15 минут? Нет, к сожалению, мне нужно бежать уже. Окей. Окей. Я, к сожалению, не нужно, да, мне уже начинается следующий этап дня. Хорошо. Ну, я думаю, если вдруг у нас возникнут какие-то острые вопросы, мы их тебе скинем, может быть, ты там реагируешь. Вот, хорошо, тогда спасибо, извините, я думал, что мы уложимся во время, но в итоге только вот основная часть была такая растянутая. Спасибо, что пришел. Спасибо, что позвал. Очень интересные вопросы у вас, дорогие друзья, и надеюсь, еще встретимся. Да. Спасибо большое. Кстати, опять же, я не знаю, если у тебя есть возможности, компетенции и желание говорить про ситуацию, я бы сделал, может быть, про ситуацию отдельно, потому что это самое горячее, может быть, даже, не знаю, в каком-то другом режиме, вот, неофициальном. Нет пока, нет. Не имею, я просто чувствую, прям, как теряется ориентир. Я боюсь, что нет. Окей, хорошо. Все, тогда спасибо, обнимаем. Да, счастливо, всем пока. Пока-пока. Всем пока, спасибо, что пришли. Пока.